18-й Национальный конгресс терапевтов с международным участием проходил с 20 по 22 ноября в международном выставочном центре «Крокус-экспо» в Москве. Национальный конгресс терапевтов проводится ежегодно, начиная с 2006 года и фактически является правоприемником всероссийских и всесоюзных съездов терапевтов прежних лет. Открытие 18-го конгресса прошло с участием представителей законодательной власти страны. Вы знаете, что мы делаем для вас. Кроме задач, которые государство ставит перед вами, первичное звено модернизации и так далее, много там следует ВИМИСам, СПВРам. Коллеги, нам надо поддержать терапевта, поддержать не только его какими-то красивыми словами, но и делом. Поэтому мы дополнительно нашли в бюджете, выбили деньги для лечения пациентов с сердечными заболеваниями. Также поддержка идет пациентов с эндокологической патологии. Мы защищаем врачей, будет отдельная статья по докриминализации, вы увидите ее скоро в успехе. Дорогие друзья, наряду с тем, что спросить с кого-то, надо ему еще и помочь. Национальный конгресс терапевтов – главное ежегодное мероприятие Российского научного медицинского общества терапевтов. Конгресс для меня значит очень много. Во-первых, я уже являюсь членом общества практически со студенческих лет. И могу сказать, это то место, где, во-первых, мы все можем пообщаться. Особенно сейчас, когда закончились ковидные времена, когда мы снова можем встречаться очно. Ну, практически вот последние только два года в реальном режиме могут быть работы. Это раз. А площадка для общения – это самое главное. Ведь все знания можно получить и онлайн, и прочитав литературу. Но вот живое общение друг с другом – это как раз то, что не заменит ничего. Любой конгресс – это праздник. Неважно, называется он конгресс терапевтов или инфекционистов. Мы все служим одному общему делу, а, как известно, у знаний нет дна. Поэтому мы приходим для того, чтобы вдохнуть глубоко и запомнить это событие ровно на один год для того, чтобы опять с новыми ожиданиями вернуться на этот замечательный праздник. Блестящее мероприятие, блестящая организация. Ну, единственное, могу сказать, единственный недостаток – это то, что ты не можешь быть одновременно во всех залах. А желание такое, конечно же, есть. Задача все-таки конгресса терапевтов – это практика, это задача, чтобы терапевт ориентировался в разных областях, а терапевт – ключевая фигура вообще всей медицины. И терапевту именно приходится сложнее всего, потому что он должен знать все. Наша задача – алгоритмировать, структурировать и вложить в сознание терапевтов какие-то простые клинические, практические решения. Программа Конгресса охватывает максимально широкий спектр вопросов диагностики, профилактики и лечения внутренних болезней. Начиная с 2024 года вообще вся наша жизнь будет строиться только по клиническим рекомендациям. По каждой дисциплине, по каждой нозологии сегодня как раз такие клинические рекомендации либо уже выполнены, либо находятся в процессе завершения. С начала следующего года по всем тем проблемам, которые сегодня здесь обсуждаются, будут свои клинические рекомендации. За три дня работы Конгресса в 10 залах прошло более 120 тематических секций, на которых было представлено более 560 докладов. Причем аудиторию их зачастую составляли врачи разных терапевтических специальностей. Роль гастроэнтеролога конкретно в терапевтическом Конгрессе, мне кажется, состоит в том, чтобы донести новые сведения, которые мы получаем сегодня с огромной скоростью, до специалистов, которые все-таки почаще общаются с нашими пациентами, потому что не все доходят до гастроэнтеролога, и терапевты должны обладать современными знаниями в гастроэнтерологии в том числе. Вот сегодня был симпозиум, посвященный конкретным нарушениям при атериальной гипертонии, а в нем приняли участие терапевт, кардиолог и невролог. И мы с разных позиций обсуждали одну и ту же проблему, а это было очень интересно и познавательно, и наши врачи получили очень большое и много новой информации. Терапия – это же объединяющая специальность для всех, абсолютно без исключения врачей, поэтому очень рад, что здесь есть возможность встретиться и неврологам, и эндокринологам, и ревматологам, и всем обсудить те вопросы, которые волнуют нас больше всего. В 18-м Национальном конгрессе терапевтов приняли участие специалисты из 13 стран. В нашем конгрессе принимают участие представители самых разных стран и даже континентов. Вы знаете, что наше общество терапевтическое по-прежнему остается активным, полноправным членом всех международных сообществ, Европейского общества терапевтов и Всемирного общества терапевтов. И представители этих сообществ сегодня присутствуют на нашем конгрессе. У нас есть избранный президент Европейской Федерации внутренней медицины из Греции, профессор, один из ведущих специалистов по заболеваниям печени в Европе. У нас на конгрессе есть президенты обществ терапевтических в Сербии, Македонии, есть представители аргентинского общества медицины, есть гости из целого ряда других стран, в том числе из стран СНГ, из Киргизии, из Беларуси. Так что международное участие в нашем конгрессе по-прежнему на достаточно высоком уровне. И мы благодарны всем нашим коллегам, которые нашли возможность и посетили наше мероприятие, представили очень интересные сообщения. Посмотрите, сколько в этом году иностранцев. То есть люди интересуются. Доктора видят, что программа обновляется ежегодно, что лектора приезжают абсолютно со всех регионов Российской Федерации, приводят результаты своих исследований, обсуждают новые темы, мировые тренды, российские тренды. Поэтому считаю, что очень грамотно построены мероприятия, лекции на высоком профессиональном уровне, залы заполненные, люди с горящими глазами, фотографируют слайды, обсуждают бурные дискуссии. Участники конгресса поделились со зрителями Первого медицинского канала и своими ожиданиями, которые связаны в первую очередь с новыми знаниями. Люди ознакомятся с новейшими тенденциями в терапии, еще раз посмотрят на клинические рекомендации, которые уже выпущены, в том числе и с участием нашего общества. Это основной этап. На конгрессе обсуждается очень много новинок. Медицина не стоит на месте, новые клинические рекомендации, практически все секции приносят что-то новое. Поэтому, конечно, мы ждем очень многого после конгресса. Великолепно сформирована программа конгресса. Очень интересная секция, и хочется быть на всех одновременно, но очень удобно и удачно сформированы. Некоторые такие мягкие, аккуратные повторы, не в полном объеме, но когда ты что-то пропустил, ты всегда можешь это что-то найти. Охвачены совершенно все аспекты внутренних болезней, терапии. Присутствуют потрясающие ученые, авторы клинических рекомендаций. Безусловно, повышение информированности практикующих врачей об огромном количестве терапевтических заболеваний. Терапевт, врач общей практики, он всегда на передовом крае, он должен знать очень-очень много заболеваний. Известна истина, что врач умеет лечить те заболевания, о которых он знает. Вот для этого, собственно, все мы здесь и находимся, и те, кто читает лекции, и те, кто их слушает. Ну, а в конечном итоге, естественно, все это исключительно для блага наших пациентов, нашего населения, для повышения продолжительности жизни наших российских граждан и, безусловно, улучшения его качества. Национальную программу 18-го Конгресса представили специалисты из 51-го города России. Впечатления у всех разные, но исключительно положительные. Конечно же, за три дня много чего можно забрать багаж отсюда. Могу сказать большое, огромное спасибо организаторам, которые организовали такую плодотворную конференцию. В 18-м Конгрессе терапевтов приняли участие очно 3879 человек, еще 5631 слушатель подключился онлайн. Но кроме цифр есть и другие критерии. Я должен сказать, что интерес очень большой у врачей. Мы делаем акцент на клинические рекомендации, и врачи это очень правильно понимают и нас поддерживают в этом. Я думаю, что результативность повышения квалификации врачей, она будет расти. Я вам скажу, что вот был опрос по врачам, как они получают новую информацию. На первом месте были профессиональные встречи. Вот типа конгрессов, съездов, круглых столов и так далее. И я думаю, что основную задачу, которую перед собой ставит Конгресс, повышение квалификации врачей с акцентом на врачей участкового плана, участкового звена, я думаю, что мы эту задачу успешно решаем.